Сад культуры и отдыха В 1892 году, когда князь Михаил Петрович Голицын сдал свой дом в наем, а существующий при нем парк передал городу. В саду сохранились строения, относившиеся когда-то к усадьбе князя. Это комплекс зданий, находящихся на Старой Басманной улице. Небольшой двухэтажный особнячок по Старой Басманной улице порой называют путевым дворцом великого князя московского Василия III. Однако с уверенностью говорить, были ли эти старинные палаты великокняжеским дворцом, мы не можем. Зато это определенно одно из самых древних гражданских строений за границами земляного города. Вся территория является объектом культурного наследия, памятником садово-паркового искусства регионального значения. Одна из самых запоминающихся локаций сада – это зона Берсо. Группа арочных конструкций, увитых виноградом, располагается слева от входа, со стороны Старой Басманной улицы. Берсо пользуется популярностью весь год, каждый сезон открывая гостям все новые грани. Летом здесь можно укрыться в приятной тени, ловя неожиданную и необычную игру света, а осенью насладиться красочной палитрой ярких цветов. За зоной Берсо уютно располагается спортивный уголок сада. Площадка с силовыми тренажерами и зона воркаут доступны весь год. В летнее время здесь устанавливаются столы для настольного тенниса и открываются двери теннисного корта с профессиональным покрытием. Это один из немногих доступных теннисных кортов в самом центре столицы. У центральной аллеи красуется фонтан «Басилиск». Очаровательный подарок Москве от швейцарского города Базеля. В самом центре сада посетителей ждут две необычные детские площадки. Для детей постарше больше подойдет дизайнерская разноуровневая площадка под названием «Детский городок». Футуристично красивая, разделенная на зоны по возрастам и категориям посетителей, эта площадка одновременно напоминает американские горки и волшебный корабль. А вот детям младшего возраста больше понравится площадка, расположенная в укромной зоне грота под столетними голубыми елями. Грот Бельведер XVIII века когда-то являлся частью обширного владения крупного промышленника Николая Стахеева. В 2021 году грот был отреставрирован и сейчас доступен для всех посетителей. Недалеко от Бельведера располагается деревянная беседка, где часто отдыхают семьи с детьми и пожилые пары. Туда приходят уединиться и даже поработать в тишине на открытом воздухе. А летними вечерами она используется как танцевальная площадка. Зона отдыха также украшает розарий, который появился в саду в 2018 году. На 60 квадратных метрах здесь высажено более 230 кустов роз и представлено более 15 их сортов. В саду расположены две сцены. На центральной концертной эстраде, построенной еще в 1920-30-х годах, где выступали Леонид Утесов, Клавдия Шульженко и другие звезды советской эстрады, проходят яркие концерты и интересные кинопоказы. На открытой сцене таблетки летом проходят разнообразные занятия и художественные чтения. За последнее время парк преобразился как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения общественного интереса. Сад стал не только местом прогулок, но и полноценным культурным центром. Добро пожаловать в сад имени Баумана!